Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Уважаемые телезрители, ассаляму алейкум! Вы смотрите передачу «По душам» и с вами вновь я, Алья Тулегенова. Очень часто от современных людей слышишь такую фразу «А неужели у меня тоже будет кризис среднего возраста?» Нам стало интересно, действительно, что такое кризис среднего возраста. Оставайтесь с нами. Кризис среднего возраста, который обычно варьируется от 35 до 45 лет, он ассоциируется и понимается как эмоциональное переживание человека в связи с его переоценкой ценностей. Кризис среднего возраста – это долговременное эмоциональное состояние, связанное с переоценкой своего опыта. Когда многие из возможностей, о которых человек мечтал, например, в детстве или юности, уже кажутся упущенными. Как раз в этот период человек начинает задумываться, а вот правильно ли я поступил вот тогда, а правильно ли сделал тот человек по отношению ко мне и так далее. И возникает такая небольшая путаница в голове, скажем так, некий промежуточный этап в жизни человека, который он должен благополучно перейти. Некоторые люди говорят, «Неужели у всех бывает кризис среднего возраста? Неужели нельзя его как-то избежать?» И оказывается, психологи определили некие симптомы, которые определяют, что да, у этого человека есть кризис среднего возраста или нет. И вот некоторые из них. Какие же есть симптомы? Во-первых, человек чувствует некое беспокойствие о том, что произошло или что еще будет происходить. Небольшая жалость к себе. Некое уныние или опустошенность. Ощущение загнанности в сложившейся ситуации. Чувство, что жизнь несправедлива. Этот возрастной период в особенности сопровождается каким-то внутренним страхом, что молодость уходит куда-то или, например, у женщины, «Ну, я уже старею, что будет дальше?» И тогда возникает такой небольшой страх или, скажем так, волнение, переживание, что человек упускает что-то важное в своей жизни. Если мы будем говорить о причинах развития вот этого кризиса, то современные психологи, они выделили некоторые причины. И первое, самое основное из них, это когда человеку резко, допустим, в этот период своей жизни необходимо перепрофилироваться, то есть переориентироваться. Например, он работал на физической работе, физического труда, и раз ему нужно переориентироваться на умственный труд или наоборот. То есть некая такая работа, которая требует от человека кардинальных каких-то изменений. Внешние проявления могут быть связаны с отказом от достигнутого, несмотря на положительную оценку достижений окружающими, потеря интереса ко многим ранее значимым сторонам жизни, смена круга людей, с которыми ранее общались, изменение ценностных ориентиров, более свободное, эксцентричное поведение. Все эти признаки способны выбить из колеи, из душевного равновесия даже очень успешного человека. Следующая причина связана с тем, что меняется привычный уклад жизни человека. Например, человек привык в одних условиях жить, и резко, особенно ближе к этому возрасту, ему необходимо поменять, допустим, условия жизни. Например, с частного дома в квартиру или с квартиры в частный дом, или, допустим, с другими родственниками и так далее. То есть это тоже своего рода небольшой стресс, который может вызвать этот кризис. Американский психолог Пэк выделил основные проблемы, которые влияют на развитие кризиса среднего возраста. Во-первых, это необходимость переориентации жизненных сил с одной сферы на другую. Это связывает с существенными изменениями физиологических особенностей организма. Наш мозг, оказывается, не сразу может перестроиться с одной деятельности на другую. Потребность в развитии умственной гибкости Разделение социальных интересов Например, раньше было интересно одно, а теперь другое. Следующая причина связана, оказывается, с тем, что люди, например, когда идут к своей цели, они где-то себя ущемляют в других целях. Например, в погоне за карьерой женщина, например, может в ущерб своей семейной жизни. Или наоборот, человек слишком, допустим, сконцентрирован на каком-то одном аспекте и, например, пропустил учебу в университете. И когда вот человек, допустим, достигает этого возраста, у него внутри возникает такое небольшое сожаление. А вот надо было там сделать то, а вот надо было мне сделать это и так далее. Люди, которые достигают этого возраста, на них особенная нагрузка падает, потому что они оказались между двумя поколениями, то есть они связующие звено между своими родителями и уже детьми, которые к этому моменту становятся подростками. И в данный момент нередко возникают различные социальные конфликты. Действительно, первыми предпосылками к кризису среднего возраста является то, что человек в этом возрасте находится посередине. Его дети взрослеют, и в то же самое время ему нужно ухаживать за своими родителями. То есть единственным взрослым человеком в данном случае является он сам. Несмотря на то, что человек достигает этого возраста, ощущает, допустим, депрессию, или тяжело ему где-то на душе, или он о чем-то сожалеет, все-таки выход есть, и некоторые из психологических механизмов могут этому способствовать. Избежать кризиса среднего возраста очень легко. Важно, оказывается, выписать, что уже было достигнуто на сегодняшний день, и выписать отдельный список, какие же можно спланировать наступающие жизненные критические ситуации. Кризис – это не совсем конец света, а переоценка ценностей. В семье важно это понимать, а жене, к примеру, поддерживать в переходе супруга на новый жизненный этап. Жене необходимо также быть терпимой и не подгонять супруга с его кризисом. Торопить в этом естественном процессе нет смысла. Особенно важны подбадривающие разговоры о том, что все будет хорошо. Например, жена может вспомнить о достижениях мужа, поблагодарить его, дать ему почувствовать его значимость и нужность. Многие люди считают, что если, допустим, он достиг среднего возраста, что уже все поздно, или, например, бытует такое мнение, а если, допустим, человек до 30 лет ничего не добился, то он вообще ничего не добьется. Это оказывается миф, потому что человек, по воле Аллаха, в любом возрасте может достичь всего, чего угодно. После окончания кризиса жалость к себе понемногу исчезает. Человек пересматривает социальные роли, например, на работе, в семье, с друзьями и осуществляет глубокую переоценку ценностей. Достигается стабильность, эмоциональная зрелость, и человек осознанно принимает свою жизнь. Другими словами, кризис среднего возраста для некоторых людей просто незаметен, а для других это просто временно. Таким образом, самопринятие человека, то есть вне зависимости от обстоятельств, от мнения людей, допустим, что у него есть, допустим, внутреннее устойчивое чувство, что всё в порядке, что всё на месте, что всё будет хорошо и так далее, оно способствует успокоению, и, возможно, даже человек и не почувствует, что у него был или вообще существует какой-то кризис среднего возраста. Дорогие телезрители, спасибо вам большое за ваши письма. У передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос к психологу». На данный имейл и номер WhatsApp, который вы сейчас видите на экране, вы можете задать вопрос по психологии, некоторые из которых мы рассмотрим в нашей передаче. Пишите нам. Жизнь прожить — не поле перейти. И действительно, на жизненном пути каждого из нас бывают свои взлёты и падения. И самая главная мысль — это то, что было сделано вчера. Возможно, это было самое правильное решение на тот момент, о котором даже не стоит сожалеть. Однако, конечно, если мы где-то неправы или сделали ошибку, никогда не поздно это исправить, попросить прощения, покаяться перед Аллахом и с оптимизмом смотреть в наше будущее. А с вами была передача «По душам». До новых встреч! Ассаляму алейкум! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова